МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. Студия Александр Базаров. И сегодня в выпуске. Снова за парты. В Чебоксарах открылась школа молодого педагога. Водой по мишеням и маневры на машине. Огнеборцы состязались в пожарном биатлоне. Поют сердцем. В Чебоксарах прошел межрегиональный конкурс «Венок и дружбы». Глава Чувашской республики провел прием граждан по личным вопросам. Со своими просьбами и предложениями к Михаилу Игнатьеву обратились люди со всей республики. Обсудили как частные проблемы, так и вопросы общественного значения. Подробнее Дарина Игнатьева. Валентина Печкурова родилась и выросла в деревне Полянка Ядренского района. Там живут очень активные бабушки и дедушки, которые несколько раз в месяц собираются в местном клубе и устраивают музыкальные выступления, рассказывает женщина. Одна проблема – клуб не отапливается, и зимние выступления приходится отменять. Вопрос могут разрешить переносные обогреватели, и в их приобретении должны помочь местные власти. Еще одна проблема, которая волнует жителей Полянки – отсутствие фельдшерско-акушерского пункта. Ветеран труда Иннокентий Герасимов пришел не с личным вопросом, а с общественным. В столице республики есть аллея славы и аллея влюбленных. Но до сих пор нет аллеи, посвященной героям социалистического труда. Михаил Игнатьев тут же поддержал инициативу ветерана. Я абсолютно согласен с вашим предложением. На сегодняшний день дух российского народа, дух молодежи надо поднимать. Тот патриотизм, тот героизм, который из современной России, конечно, нам нужно для того, чтобы воспитывать в этом духе молодое поколение. Леана Андреева пришла скорее не с просьбой, а с благодарностью. Директор Канажской музыкальной школы поблагодарила главу республики за поддержку юных дарований. А еще она предложила организовать конкурс ученических хоров. Национальная культура является бесценным богатством, отметил Михаил Игнатьев. И реализация подобных инициатив только послужит развитию народных традиций. Глава республики также пообещал положительно решить вопрос Надежды Чербаковой, которая попросила ускорить ремонт спортивного зала школы в деревне Василькосыч Чебоксарского района, где обучаются ее дети. С финансированием проблем быть не должно. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашии подводят итоги оперативно-профилактической акции «Контрафакт». В ходе операции полицейские изъяли более 14 тысяч единиц контрафактной продукции. Также в Чебоксарах был накрыт подпольный цех по изготовлению контрафактных DVD-дисков. Подробнее у наших коллег из пресс-службы МВД. Подпольный цех по изготовлению контрафактных DVD-дисков, расположенный в доме по проспекту Мира, работал днем и ночью. По предварительным данным, здесь трудились три человека. Они записывали диски и упаковывали их. Дальше контрафактная продукция реализовывалась остальными членами организованной преступной группы в торговых точках Чебоксара и Новочебоксарска, а также в восьми районах республики. По данному уголовному делу, на сегодняшний момент установлено 19 лиц. Одно из этих лиц в настоящее время помещено под домашний арест. То есть это мера пресечения, которая была избрана судом. Полицейскими здесь были изъяты более 10 тысяч дисков, а также еще 11 тысяч упаковок к ним. Вся продукция сейчас направлена на экспертизу. Сумма ущерба в настоящее время окончательно не установлена, но она будет очень большая, учитывая то, что это первое в истории Чувашской республики такое крупное изъятие контрафактной продукции такого рода. Как отмечают полицейские, операция «Контрафакт» оказалась плодотворной. В ее рамках было выявлено 10 эпизодов преступной деятельности по различным статьям Уголовного кодекса. В отношении экс-главы города АЛЛАТРИ Михаила Марискина возбуждено еще два уголовных дела в дополнение к пяти предыдущим. Следственные органы раскрывают новые факты злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, в 2008-2009 годах подозреваемый потребовал от руководителей 11 коммерческих организаций, занимающихся капитальным ремонтом многоквартирных домов в АЛАТРИ, обеспечить долю софинансирования собственников помещений за счет своих средств. Директоры предприятий-подрядчиков в страхе, что их работа не будет принята администрацией, перечислили в кассу заказчика 4 миллиона рублей. Позже, в сентябре 2011 года, чиновник потребовал от руководителей двух местных предприятий предоставить ему железобетонные изделия, списав их как неликвидные. Материалы понадобились главе для строительства собственного дома. В результате этим некоммерческим организациям был причинен ущерб на общую сумму свыше 220 тысяч рублей. Ранее в отношении главы администрации города АЛАТРИ было возбуждено 5 уголовных дел. Все по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенные главой органа местного самоуправления. По уголовному делу проходят эпизоды, связанные с махинациями с землей на территории города АЛАТРИ, а также с землоснарядом, находящимся в муниципальной собственности. По тем уголовным делам ущерб, установленный следствием, составляет порядка 3,5 миллионов рублей. Сейчас все уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее по ходатству следователя судом в отношении чиновника была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также наложен арест на его имущество, автомобиль и гараж. В Чебоксарах открыла школа молодого педагога. Этот новый проект разработали в региональном министерстве образования. Учить выпускников педагогических вузов будут не грамоте, а правовым основам и культуре общения с учениками. На открытии курсов побывал и глава республики Михаил Игнатьев. Начинающие преподаватели словно дети на уроке. Им постоянно приходится решать сложные задачи. Обычно этот период длится более двух лет, но преодолевают его далеко не все. Одно дело на практике работать, другое дело совершенно реальной жизни, когда за твоей спиной уже никто не стоит, только ты отвечаешь за судьбу ребенка. И здесь очень важно, еще дети же проверяют молодых учителей, они любят иногда через чурк жестко проверять наших учителей, поэтому к этому тоже надо быть готовым. Этот период ребенок должен развиваться, получать профессию, вернее получать знания по тем или иным предметам. А у молодого педагога вполне возможно не все получается. Начинающим преподавателям снова придется сесть за парты. В этой школе уроки им будут давать более опытные коллеги. В копилке ведущих курсов престижные награды и только проверенные методики. Адаптироваться к новой работе молодым специалистам они помогут меньше, чем за год. Уже весной начинающие преподаватели сдадут своеобразный экзамен и презентуют свои наработки. Делаю для себя, конечно, какие-то выводы и заключения на будущий год. Знаю, что какие-то моменты на будущий год я бы сделала по-другому. Может быть провела бы 1 сентября иначе, что-то добавила, чего-то не проводила бы. В процессе работы сразу рождаются новые идеи, перспективы, планы на будущее. С детьми надо дружить, понимать их, заниматься воспитанием их. Не только родители должны воспитывать детей, но и учителя. Слушателям курсов глава Чуаши пожелал профессионального роста. Квалифицированные специалисты сейчас просто необходимы школам. Я благодарен вам за то, что вы на самом деле пошли работать по своей профессии. Мы анализируем ежегодно. Государство тратит огромные средства для того, чтобы учителя были с большой буквы и обучали молодое поколение новым современным знаниям. В регионе начинающим преподавателям поэтапно увеличивают заработную плату и субсидируют ипотечные кредиты. Количество молодых специалистов в школах Чуашии растет. Только в сентябре в учебные заведения республики трудоустроились более 130 выпускников. Митриковалев, Александр Петров, Республика. Более двух тысяч старшеклассников и студентов Чуашии приняли участие в едином дне пенсионной грамотности. Отделение пенсионного фонда открыли двери для молодых людей, которые заботятся о своем будущем. В 46 учебных заведениях республики были проведены открытые уроки. Первое занятие прошло в Чебоксарском художественном училище. Это не было похоже на скучную лекцию. Будущие дизайнеры и художники узнали о том, как формируется пенсия, что влияет на ее размер и как ее рассчитать при помощи пенсионного калькулятора. Когда вопросы творческой молодежи иссякли, из зала стали поступать очень интересные предложения. Для кого не секрет, что мужчины живут меньше, чем женщины. Может, стоит поменять пенсионный возраст для мужчин 55, а для женщин 60 сделать? Поменять мужчин и женщин местами было бы нечестно. Но идея об уравнивании пенсионного возраста зала приглянулась. В последние годы молодежь Чувашия стала больше интересоваться своими будущими накоплениями. И в этом, безусловно, заслуга пенсионного фонда. Последние несколько лет пенсионный фонд проводит единый день пенсионной грамотности. Сегодня по всей Российской Федерации проводятся либо уроки открытые, либо лекции представители пенсионного фонда читают, либо дни открытых дверей в органах пенсионного фонда. Конечно, наша задача, прежде всего, довести определенные азы знаний для формирования будущей пенсии до молодежи. Когда задумались о будущей пенсии, возникло много вопросов. Признаются студентки художественного училища. Однако, после беседы с представителями пенсионного фонда не только появились ответы, но и развеялись все сомнения относительно накопительной части. Я очень рада, что лекция была доступной, простой. Таким жизненным языком нам описали, в чем преимущество накопительной части, страховой части пенсии. Хорошо, что нам сейчас об этом рассказали. И у меня есть время, чтобы принять свое правильное решение. До конца года уроки пенсионной грамотности пройдут во всех школах и колледжах Чувашии. А затем в городах и районах состоятся творческие конкурсы для проверки усвоенных знаний. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашии прошли соревнования по пожарному биатлону. Это новый вид, сочетающий скоростное маневрирование на спецтехнике и пожарно-прикладной спорт. В состязаниях участвовали команды, состоящие из начальника караула, четырех пожарных и водителя. Успех зависел не только от профессионализма каждого, но и от слаженности их действий. Облачение в защитную амуницию на скорость – этап, где очень сложно выделиться и набрать дополнительные очки. Быстро экипироваться умеют все огнеборцы. Самый зрелищный – скоростное маневрирование на пожарной машине. Успешно преодолев колеи, змейки и тоннельные ворота, техника прибывает на импровизированное стрельбище. По мишеням палят из бронзбойтов. Параллельно идет спасательная операция. Пострадавший манекен эвакуируют через окно четвертого этажа. На этом этапе легко нахватать штрафных очков. Неправильная вязка петли – минус 10 баллов. А если, не дай бог, манекен упал – дисквалификация. Сегодня у нас впервые в истории пожарно-охранения в республике были проведены соревнования по пожарному биатлону. С элементами скоростного маневрирования пожарно-автомобилями. И отработка действующих составов по развертанной силе средств. Участвовали победители первого этапа, который ставился на базе отрядов ФПЧ в количестве четырех команд. Победителем данного соревнования стала команда ПЧ-6 по охране Калининского района города Чебоксары. Как вы характеризовываете эти соревнования? Да, данные соревнования проводились впервые на базе ПЧ-34 части по охране города Мурпосад. Данные соревнования были проведены на высоком профессиональном уровне. Вещаса показала слаженные действия. И я думаю, цели данных соревнований были достигнуты. На следующий год? На следующий год также эти соревнования будут традиционными. И участие в команде будет намного больше. Победителями первых республиканских соревнований по пожарному биатлону стали команды пожарных частей номер 6 и 1 Чебоксар и 17 Алатаре. Сегодня в Чувашии прошло еще одно событие, посвященное Году культуры. В рамках месячника «Белая трость», посвященного лицам с инвалидностью по зрению, впервые прошел межрегиональный конкурс национальных культур «Венок дружбы». Представители каких регионов приняли в нем участие и что их ожидало, выясняла наша съемочная группа. В Дворце культуры «Салют» собрались различные творческие коллективы местных организаций общества слепых из девяти районов Чувашии. Но географические рамки конкурса не ограничились нашей республикой. В Плести свои таланты «Венок дружбы» приехали и гости из близлежащих регионов – Ульяновской области и Республики Мариэл. Чтобы не сидеть дома, все-таки инвалиды по зрению, очень дома сидеть скучно. И поэтому мы все в клубе, мы все в работе. Правильно, девочки? Да. Мы привыкли, для нас поездки трудности не составляют. А в поездках весело. Потом мы еще посмотрим, что умеют делать другие коллективы. А у нас уже среди них очень много знакомых, потому что мы встречаемся в других городах. Все участники подготовили программу выступления в пяти различных номинациях. Ведь кроме художественной самодеятельности, творческие коллективы представили работы декоративно-прикладного характера. Оценивались и кулинарные навыки. Вкусные конкурсы, как правило, пользуются неизменным успехом. Сохраняя народные традиции, мы испекли и привезли Аллатовский каравай. И вручаем его в дар республиканской организации. Принять участие в конкурсе могли все организации общества слепых. Причем возрастных ограничений нет. Так хором из Марпасадского района руководит 77-летний слепой музыкант. Это как итог какой-то, какая-то цель, понимаешь, красивая цель, но это искусство, потому что песня душа народа, да, это лучший обмен песнями, когда морейцы поют, чуваши поют, русские поют. Мы друг к другу, кто песни поет, о плохом не думает, так ведь, да, вот и поэтому, а раз поем, значит, и хорошо. Винок дружбы собрал более ста человек с инвалидностью по зрению. И это только начало. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Уважающий себя строитель всегда в курсе современных стандартов качества. В последнее время набирает популярность технология возведения домов из СИП-панелей. Простой пример. 174 миллиметра сэндвич-панели заменяют 2 метра кирпичной кладки по теплоизоляционным свойствам. В чем еще преимущество таких панелей, знает наша съемочная группа. Подробнее об этом смотрите далее. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Три раза долговечнее деревянных, в четыре раза прочнее каркасных и в восемь раз теплее кирпичных и бетонных. Все это о домах, построенных по канадской технологии из так называемых СИП-панелей. Во многих странах мира данную технологию применяют и при строительстве зданий, к которым предъявляются особые требования. Детских учреждений, больниц, домов для престарелых. Даже люди с аллергией и астмой могут жить в домах из-за этого материала. В нашем городе строительством по канадской технологии занимается компания «Сарэкострой». Преимущество первое, то, что она очень доступна для населения. Второе, то, что сам дом очень теплый и позволяет уже в процессе эксплуатации дома экономить деньги на отопление. Учитывая, как у нас растут цены на энергоресурсы, в среднем он окупается в течение 10-15 лет по затратам на отопление. Третье преимущество, то, что он строится довольно-таки быстро и, соответственно, в среднем это где-то от месяца до трех месяцев. Одна из главных особенностей такого строения – в нем можно жить практически сразу после постройки и не тратить время на выравнивание стен, заливку полов и прочие работы. Нужно лишь застеклить окна и поставить двери. Мы, во-первых, сейчас одними эмоциями живем и одним ожиданием, как можно скорее в него селиться. Практически дом построен был в течение двух месяцев. Мы, прежде чем начать строительство такого типа дома, мы проконсультировались с людьми, которые уже живут в таких домах и которые сказали, что очень экономично, очень тепло зимой особенно. Ну, а для нас, для пенсионеров, скажем, что экономика – это на первом месте. Стоимость этого дома по подсчетам экспертов на 30-40% ниже, чем дома из кирпича. И составляет примерно 10 тысяч рублей за один квадратный метр. В эту сумму входит строительство фундамента, коробки дома и крыши. В общем, клиенты получают уже готовый дом. Кстати, строить здание по канадской технологии можно круглый год. Это уже, как сказать... КОНЕЦ 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 КОНЕЦ